средства самозащиты для кого они опасны еще одно заблуждение это средства самозащиты такие как газовый баллончик нож телескопическая дубинка травматический пистолет и им подобное как показывает статистика и практика в 80 процентах случаев человек просто не успевает их достать и воспользоваться а если говорить про нож то даже если его и достают то не могут правильно использовать или из-за страха или из-за неумения также не стоит забывать про уголовную ответственность за превышение самообороны если попадешь агрессору в сердце или по горлу ножом или из травмата стрельнешь в глаз то тебя точно посадят такое у нас законодательство кто пострадал тот и прав а ношение таких вещей с собой дает излишнюю самоуверенность и многим даже борзость они начинают дерзить и сами идти на конфликт в надежде попантоваться своим оружием а потом получается что они или вообще не успевают его достать и получают по шее по полной программе и лишаются своего оружия которое стает трофеем победителя или достают и неумело используют попадая под криминальную ответственность поэтому с этой точки зрения средства самозащиты опасны для того кто их носит конечно в некоторых случаях нож и травмат бывают очень полезны но они скорее используются как средство для запугивания чем для реального применения то есть когда ты видишь реально готовящегося к атаке гопника тогда можно достать оружие и сделать вид полного психа показать что ты готовить и до конца и порежешь все что будет тебе приближаться с этой точки зрения средства самозащиты полезны как предотвращение нападение чем как защита во время самого нападения если хорошо подумать и включить соображалку то средства самозащиты можно найти в кармане например связка ключей может вполне сойти за кастет если ключи просунуть между пальцев таким снарядом можно нанести человеку серьезные травмы также обычная зажигалка а тем более железная может вполне сойти за утяжелитель в кулаке и дать солидную прибавку в силе удара конечно носить собой средства самозащиты или нет выбор конкретно каждого человека но я все-таки уверен в том что сначала нужно сделать средства самообороны из своих кулаков и тела тренировками а уже потом думать про оружие как ты идешь с ним а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok